Серия 12. Задача первая. Какая цифра будет последней после возведения числа 567 в степень 567? Интересует последняя цифра, значение степени. Основание степени оканчивается на 7. 7 в первой. 7. 7 в квадрате. Оканчивается на 9. 7 в кубе. Оканчивается на 3. 7 в четвертой. На 1. Если 1 умножить на 7, опять будет 7, потом 9, потом 3, потом 1. Повторяются только эти четыре цифры. Если бы показатель степени был бы числом, делящимся на 4, то тогда последняя цифра была бы 1. На 4 делится 568, а 567 на 1 меньше, чем 568. Последняя цифра будет 3. Задача вторая. Найдите трехзначное число, кратное 3, в котором цифра десятков на 7 больше цифры единиц, а произведение цифр этого числа равно 0. Произведение равно 0, когда один из множителей равен 0. Трехзначные числа с 0 не начинаются. Значит, 0 либо в разряде десятков, либо в разряде единиц. По условию известно, что цифра десятков на 7 больше. Значит, 0 в разряде единиц. 0 плюс 7 – 7. В разряде десятков цифра 7. А первая цифра должна быть такой, чтобы сумма цифр числа делилась на 3, потому что по условию число должно быть кратно 3. Какой может быть первая цифра, чтобы сумма цифр числа делилась на 3? Значит, это может быть цифра 2, 5 или 8. Ответ в этой задаче – числа 270, 570, 870. Задача третья. Прямоугольники с длиной 4 метра и шириной 1,5 метра. Длину уменьшили на 25%, а ширину увеличили на 200%. Как при этом изменилась площадь прямоугольника? Длина 4, ширина 1,5 метра. Площадь такого прямоугольника 6 квадратных метров. 4 надо умножить на 1,5. Будет 6 квадратных метров. Длину уменьшили на 25%. Была длина 4 метра, стала меньше на 25%. Значит, новая длина 3 метра. Ширину увеличили на 200%. То есть была 1,5, а стала больше на 200%. То есть 1,5 надо умножить на 2. Вот это увеличение на 200%. 4,5. Какова площадь вот этого прямоугольника, смежные стороны которого 3 и 4,5? 13,5 квадратных метров. Насколько увеличилась площадь прямоугольника на 7,5 квадратных метрах? Можно дать ответ в процентах. Увеличение в процентах. 7,5 надо разделить на площадь первоначального прямоугольника, а затем умножить на 100, чтобы получить ответ в процентах. Значит, увеличилось на 125%. Задача четвертая. Расстояние между двумя пристанями катер проходит вниз по течению реки за 4 часа, вверх по течению за 8 часов. За сколько часов между этими пристанями проплывет плод? Плод плывет со скоростью течения реки. Допустим, расстояние между пристанями S километров. Если S километров разделить на 4 часа, получится скорость по течению. Если S разделить на 8 часов, получится скорость против течения. Значение этой разности – это удвоенная скорость течения реки. Если S деленное на 8 разделить на 2, получится скорость течения реки. Плод плывет со скоростью течения реки. Расстояние S со скоростью S деленное на 16. Плод пройдет за 16 часов. Ответ 16 часов. Задача пятая. Из точки О проведены лучи ОА, ОБ и ОЦ. Луч ОБ внутри угла ОЦ. ОБ и ОА перпендикулярны. Угол ВОЦ 50 градусов. Надо найти угол, образованный бисектрисами углов. ОБ и ВОЦ. Итак, угол АОБ прямой. Бисектриса делит прямой угол на 2 равных угла по 45 градусов. По 45 градусов будут углы. Известна градусная мера угла ВОЦ. 50. Бисектриса делит на 2 равных. 50 делим пополам. 25. Значит, вот здесь будет 25 градусов. 45 до 25 будет 70 градусов. Это угол, образованный бисектрисами вот этих углов. Можно решить задачу другим способом. Градусная мера угла АОЦ 140. А затем 140 разделить на 2. Получится 70 градусов. Ответ 70 градусов.